МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из позднего Средневековья ведет свою историю одна из современных туристических достопримечательностей Йорка, улица Шэмболс, на которой вы обязаны побывать. В это время в паркеховых домах по обеим сторонам улицы располагались лавки мясников. С тех пор на фасадах некоторых зданий сохранились витрины в Средневековье, полки и ключи, использовавшиеся для демонстрации товара. В наши дни большую часть этих домов занимают сувенирные магазины. Когда бы не толпы зевак, сходящиеся над головой дома 15 века, заставляли бы просто любого почувствовать себя в центре кварталов мясников Тюдоровского Йорка. В 1472-м совершилось строительство нового кафедрального собора, занявшее в общей сложности более двух веков. Собор был выполнен в готическом стиле, который получает распространение английской храмовой архитектуре в середине 12-го века. Самый большой готический собор в Северной Европе находился в центре религиозной и политической жизни нации несколько веков. И сейчас он играет важную роль в жизни страны. Именно здесь находится резиденция архиепископа Йоркского. Собор нависает над гор. Он в любом случае не даст вам покоя, пока вы его не посетите. В интерьере наиболее сильное впечатление оставляют, конечно, красочные витражи. Ради них многие и едут в Йорк. Собор обладает крупнейшим собранием средневековых витражей Британии. Здесь собраны две трети всего английского стекла 14-15 века. Особенно величественно большое восточное окно. Это начало 15 века. Оно считается самым большим средневековым витражом в мире. В высоту более 25 метров, в ширину более 10. Площадь более 250 квадратных метров. В этом колоссальном окне сохранились самые большие в мире средневековые свинцовые рамы. А в 19 веке Йорк становится крупным железнодорожным узлом, что во многом было заслугой Джорджа Хадсона, прозванного Королем Железных Дорог. Первая станция была построена за городом в 1839-м. Железнодорожное сообщение связало Йорк с Лондоном, дерби с Бирмингемом. Два года спустя в черте города откроется и вторая станция. А в конце 19-го в Йорке располагались заводы, управление Северо-Восточной Железной Дороги, которое в общей сложности обеспечивало работой почти 5000 гаража. А сегодня Йорк может похвастаться одним из самых больших железнодорожных музеев в мире, который в 2001 году выиграл награду в номинации «Лучший музей Европы». Он размещен в бывшем паровозном депо, и это самый богатый музей истории железных дорог на планете и первый английский национальный музей за пределами Лондона. Здесь взору предстает все наследие, когда-то лидирующей Британией в железнодорожных технологиях. От комфортабельных вагонов-салонов до скоростного локомотива «Маллар» класса А4, среди экспонатов паровоз «Стефансона», первый японский скоростной локомотив, личный вагон королевы Виктории, ну или, например, паровозик Томас. Старинные здания, величественный собор, узенькие улочки, мощеные крепостные стены, роскошные средневековые ворота, романтические зеленеющие берега реки Уз создали Йорку славу одного из наиболее красивых городов Великобритании. Совершенно замечательно побродить и по улицам старого города подышать той непередаваемой британской атмосферой, чтобы почувствовать себя, как писал Генри Джеймс, в Англии, а значит, счастливы. Будьте счастливы, друзья, и приезжайте в Йорк.